Здравствуйте! Сегодняшняя тема основные фонды производственного мощности предприятия. Рассмотрим непосредственно сущность основных фондов и их роль в деятельности предприятия. Современная экономическая наука основные фонды относится к материально-вещественным факторам производства, которые в виде определенной потребительной стоимости создаются общественным трудом. Основные фонды это часть средств производства предприятий, которые участвуют в процессе производства в длительное время. При этом не теряет свою натуральную вещественную форму, а свою стоимость переносит на изготовляемую продукцию по частям. Процесс переноса стоимости основных фондов на создаваемую продукцию называется амортизацией. Она окоплена в этом процессе средства амортизационными отчислениями. Рассмотрим классификацию основных фондов. Основные фонды по структуре и по сфере деятельности делятся на производственные и непроизводственные. По производственные фонды к ним относятся производственные здания и сооружения, передаточные устройства, силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, транспортные средства, измерительные и регулирующие приборы и устройства, инструменты и производственный инвентарь сроком службы не менее года и определенной стоимостью, установленные нормами законодательства. Основные производственные фонды, взятые в сочетании со всей численностью специалистов и рабочих, занятых на производстве, называют производственным аппаратом. Непроизводственные фонды, основные фонды, это часть основных фондов предприятия, которые непосредственно не участвуют в процессе производства, поэтому не переносят свою стоимость на готовую продукцию. Сюда относят находящиеся на балансе предприятия жилье, жилищный фонд, столовые, профилактории, клубы, детские сады, ясли, спортивные, оздоровительные и другие объекты. Непроизводственные основные фонды, культурно-бытового назначения, здравоохранения и другие, имеют много общих признаков с производственной длительностью использования, сохраняя натуральные формы, постепенно утративая свои стоимости и так далее. Но рассматривая состав основных фондов, мы видим, что по секторам они отрасли, производящие товары, в отрасли оказывающиеся рыночные и нерыночные услуги. И основные фонды, они делятся на активную и пассивную часть. То есть активная часть, значит, к активной части относятся у нас непосредственно, значит, силовые оборудования, рабочие машины, станки, транспортные средства, технологические линии и другие. То есть орудия труда, при помощи которых создается та или иная продукция. А к пассивным относятся, значит, непосредственно здание сооружения, которое, значит, помогает, как вспомогательная, значит, часть непосредственно самого предприятия. Активные основные фонды – наиболее значимая мобильная часть основных производственных фондов предприятий. И в ходе научно-технического прогресса на многих предприятиях разрастает удельно весь активных производственных фондов. Вот непосредственно мы видим, как вот, что входит в основные средства. Значит, базовые оценки основных фондов, они различают следующие вот эти методы оценки, значит, стоимости основных фондов, как бы по остаточной стоимости, первоначальной стоимости и восстановительной стоимости. Ну, вот первоначальная стоимость или полная стоимость называется стоимость, влагающая со всей совокупности затрат по созданию или приобретению основных фондов с учетом затрат по доставке, установке или расходах, необходимых для доведения основных фондов или их отдельных видов до эксплуатационной готовности. Например, первоначальная стоимость одной машины или оборудования – это отпускная цена, по которой предприятие приобрело эту машину, или оборудование на определенную дату и зафиксировано в своем бухгалтерском балансе. По восстановительной стоимости оценка основных фондов или их частей, зданий, сооружений, машин, производственных оборудований с учетом инфляции и других факторов в нынешних условиях. Этот метод оценки показывает, сколько стоит объект на момент воспроизводства в современных условиях. Восстановительная стоимость основных фондов предприятия, как правило, определяется во время ревизии или инвентаризации, а масштабы страны – в качестве государственного мероприятия во время переоценки основных фондов. Ну и остаточная стоимость – это оценка осуществляется в виде разницы между первоначальной и восстановительной стоимостью основных фондов с учетом величины их износа. Иначе говоря, эта часть стоит объекта.